Боец ММА Барнаульского клуба Тим Стрела Сейчас твой рекорд, 15 побед, ноль проигрышей. Расскажи, как так вышло и насколько это сложно? Я думаю, это в первую очередь, слава Богу, что всегда так. Поэтому стараюсь тренироваться, пахать, чтобы и были такие победы. Поэтому и дальше буду стараться, чтобы так было. Перед тем, как мы с тобой поговорим о твоем прошедшем бое, расскажи нашим телезрителям, познакомимся, как ты попал в ММА, почему начал профессионально выступать и чем занимался в детстве? Ну, в детстве занимался именно борьбой. Я базовый борец вольного стиля. Потом, когда исполнилось 18 лет, закончил школу. Шанс попался, что поступил именно в Алтайский край, Алтайский государственный университет, направление менеджмент. Когда прилетел в Барнаул, как раз в Барнауле не было вольной борьбы, чтобы продолжить борьбу. Поэтому пришлось выбрать себе новый вид спорта. И как раз по обстоятельствам так получилось, что перешел именно в ММА, начал развиваться. Этот вид начал мне очень сильно нравиться и начал выступать именно по профам. Ну и как попал в лигу Беллатр? И расскажи, что это за лига, потому что она вторая по силе, теперь идет в UFC, потом идет Беллатр. Ну, чтобы попасть, пришлось очень сильно попать. Это 13 боев мне пришлось сделать, чтобы менеджер подписал меня именно в эту лигу. Лига очень престижная, находится в Америке, но и проводит именно турниры и в Европе, и в Америке. Ну, где у него они могут. По престижу она второе место занимает в мире после UFC, поэтому очень долго шли. Очень рад выступать в такой хорошей престижной лиге. Это был твой второй бой в лиге Беллатр. Соперником был Кевин Перши. Расскажи, как ты готовился к бою, где проходили сборы, с кем и на что был основной упор? Ну, подготовка прошла очень долго. После первого боя, который прошел в Милане, в Италии, через месяц я уже улетел в Таиланд проходить сборы. Планы были визу получить Америку и подраться в Америке, но так как я не смог визу получить, мой бой перенесли меня в май, 12 мая. Поэтому пришлось где-то 4 месяца только готовиться в Таиланде. После 4 месяцев пришлось поехать домой, сдать на визу европейскую. И месяц еще сделал подготовку в Узбекистане, это в Ташкенте, в очень хорошем зале. Зал Кхудяков, файт-база называется. Очень хорошие ребята, которые помогли мне подготовиться к этому. Поэтому можно сказать, что основную подготовку сделал именно в Ташкенте и оттуда полетел в Париж. Как узнал о своем сопернике, когда тебе сказали, что будет именно Пэтши, и как его изучал, чем он хорош? Он дебютант, да? Да, дебютант. Я про него узнал именно, когда был в Ташкенте. За месяц ровно я узнал, что соперником будет он. Мы дали согласие. Они попросили в промежуточный весь подраться, это в 64. Это было в Рамадан, поэтому мы также согласились, чтобы и мне было комфортно в этом весь подраться. Соперник Кевин Пэтши, очень опытный рекордом, 18-5. Он дрался в хороших лигах. Это он в Ризе не дрался за чемпионский титул, дрался в ACA с бывшим чемпионом этой лиги. Очень такой хороший, крепкий. Я прям смотрел и думал, что буду с ним три раунда хорошую рубку сделать. Какие у него сильные стороны? Ну, сильные стороны именно он в Франции, а там я как понял, по боям то, что смотрел, его сильные стороны это была именно стойка, у него кикбоксинг, то, что он хорошо в стойке двигался. И из того, что я смотрел, он всеобщий такой развитый был. И партии боролся, старался болевые какие-то делать. И начал хорошо вставать. Именно когда я в ACA бой смотрел, он очень хорошо работал, поэтому и хорошо старался сам настроиться, чтобы и в каждых аспектах, и в стойке, и в партии с ним хорошо поработать. Ну и про слабые стороны, я думаю, вы заметили, да, когда готовились к бою. Чем ты его был лучше? Ну, и здесь любой посмотреть, я думаю, это из-за того, что я в борьбе, посильнее был. Вот, и как раз это мое сильное качество, которое я в детстве, это моя основная база. И вот она мне и помогла выиграть этого хорошего парня. А так, слабые стороны, ну, про слабые стороны не знаю, потому что я в основном старался свою базу сделать так, чтобы показать себя, а не как-то на его эти действия. Ну и расскажи про сам бой, как он складывался, какие эмоции испытывал, и все ли получилось? Складывался очень хорошо, я думаю, потому что все, что я хотел, например, она, это получилось, слава богу. Поэтому планировал сначала как раз попробовать его по борьбе, как он, и вижу то, что у меня, то, что мы планировали с командой, получилось, и мы это сделали. Три раунда я его в борьбе, в борьбу заходил, с ним работал, и у меня в борьбе, и в третьем раунде так получилось, что я его задушил. Ну и что испытывает человек, когда ему поднимают руку, и он увеличивает свои победы, 15-0 становится? Ну, честно сказать, человек, который там внутри не был, или человек, который руки не поднимали, он не знает, что это за ощущение. Это ощущение, которое я только сам могу, ну, оно непередаваемое, потому что я 6 месяцев только готовился к этому, 6 месяцев настраивался, чтобы вот так выступить, чтобы выиграть. Поэтому это непередаваемое чувство, поэтому до сих пор думаешь об этом ощущение, и это тебя радует. И дай бог, чтобы так всегда было. А есть вообще желание и возможность попасть тебе в UFC, ну, то есть в первую лигу? Конечно, если так и продолжится, если, например, в будущем, почему бы и нет, если будут хорошие контракты. Я пока что боец именно Беллатр, поэтому у меня весь настрой именно на мой контракт, на мои бои, потому что тут очень хорошие ребята, очень топовые ребята, которые могут всем конкурентные бои дать. Поэтому у меня пока что именно настрой на этот, но дай бог, у меня и планы есть, чтобы в первую лигу перейти. И дай бог, что все будет хорошо в этой лиге, и если, например, UFC предложит хороший контракт, почему бы и нет, можно, чтобы туда перейти и там попробовать себя. Топ-боец Хабиб Нурмагомедов, у него 30-0, да, по-моему, рекорд. 29-0. 29-0, да, про прощение. Думаешь о том, чтобы побить его рекорд? Не думаю, но пока что я о своем рекорде думаю, потому что я сам тренируюсь. Кто знает, что завтра будет, правильно? Согласен. Мы ни о чем не можем сейчас угадать. Но дай бог, чтобы так и было подуратно. Как же проходит восстановление, чем занимаешься, как отдыхаешь? Ну, после боя я полетел именно домой к себе, потому что я в основном после боев именно возвращался в Барнаул. А в этот раз так получилось, что я именно домой к своей семье полетел. Это в Душанбе, в Таджикистан. Увидел родных, семью, в деревню съездил, всех, свою семью увидел. Поэтому это меня очень радует. Это меня, я думаю, еще зарядило, чтобы дальше так же хорошо тренироваться и выступить так же. В соцсетях ты активно у Лиги спрашиваешь, кто следующий, да? Будет твой, так скажем, соперник. С кем хочешь подраться? Может быть, там есть какие-то истории, кого лично хочешь видеть в октагоне? Пока что истории так каковых нет. Но я думаю, что в будущем истории будут. Да, в будущем истории будут, потому что там есть хорошие ребята, с которыми можно очень хорошо подраться и хорошо себя показать. Поэтому от этого, я думаю, уже недалеко, потому что мы уже два боя сделали в этой Лиге. И я думаю, что еще один-два боя мы уже будем в топе. И там уже можно будет хорошие истории делать и показать себя еще лучше. Ты являешься спортсменом Барнургского клуба «Тим Стрела». Про клуб расскажи, какие планы, какие турниры планируете организовать? Что наградуете? Уже на этих выходных в Новоалтайске будет проходить OpenFC, в котором будут выступать наши ребята, дебютанты и профессиональные ребята, которые давно выступают. Поэтому мы в основном сейчас готовимся к этой дате, это 16-17-го. Поэтому приглашаю вас, это будет очень зрелищно, я думаю, это будет очень хороший турнир. Именно этот турнир еще на Новоалтайске первый раз проводится, такой грандиозный турнир. Поэтому этот турнир, я думаю, не надо пропускать, надо прийти и посмотреть именно такие хорошие бои. На кого там можно обратить внимание? С бойцов? С бойцов именно, ну у нас в основном сейчас очень хорошие ребята, дебютанты есть хорошие. Это Ануш Тухтаев, есть Ильяст Ишаев, есть дебютанты. А из профбойцов это Амин Гасимов, наш брат Зос. Поэтому я думаю, они должны себя очень хорошо показать, потому что это местная публика, ребят, которые, они тут очень много знают про них. Поэтому я думаю, это их еще сильно должно именно зарядить энергией, чтобы они хорошо выступили. Ну и на горизонте у Тима Стрела виднеются международные сборы. В чем их особенность, в чем их интерес? Это ежегодные сборы, которые Шаровдал Адмурадов старается каждый год провести. И с каждым годом она набирает обороты. И с каждым годом очень хорошие, очень топовые ребята туда приезжают, чтобы пройти сборы. Поэтому и в этом году, я думаю, там соберется немало топовых бойцов, с которыми можно поработать, набираться опыта, набираться именно духа. Поэтому это очень хорошо. В том году ты тоже проходил эти сборы, да? Ну я каждый год там, я каждый год с ребятами тренируюсь, я ребят тренирую именно. Поэтому это очень хорошо. Мне нравится именно обстановка, которая там находится, ребята, которые там собираются. Поэтому это, можно считать, один из топовых сборов, которые проводятся именно в России. Ну и расскажи один день вот в этих международных сборах. То есть с самого утра, до вечера, тренировки, отдых, какие тренировки? С самого утра у нас идет зарядка, в которой все собираются. Мы делаем зарядку. Потом после зарядки у нас это завтрак. После завтрака у нас хороший отдых. И у нас где-то через два часа начинается общая тренировка. Если взять, например, именно первый день, это у нас может быть ударка. Хорошо мы все, например, ударную технику тренируем. И вечером, например, тренируем уже в борьбе именно по позициям, в некоторых моментах, какие могут быть в МНУ, в боях. Поэтому это один из дней. И у нас потом идет, например, ужин, отдых. Почему Алтай хорош как тренировочная база? Алтай, это само по себе, это место отдыха, в котором каждый год очень много народу собирается. Там именно климат, который там есть, это обстановка, которая там есть. Я думаю, это очень хорошо, потому что люди, которые в городе бывают и туда приезжают, они в первую очередь, они все говорят, что мы там хорошо высыпаемся. Это очень хорошая обстановка, в котором ты просто выходишь, лезь, катунь, все перед тобой. Ты просто, эта обстановка тебя радует, эта обстановка заряжает тебя энергией. Ну и как попасть на сборы, даже если человек не имеет никакого отношения к спорту, но хочет попробовать, хочет погрузиться в эту атмосферу? Ничего сложного нет, это просто надо написать на официальный сайт TeamStrellaBarnow. Там всем отвечают, всех записывают, поэтому в этом вообще проблем нет. В этом году еще будет сразу 2 сборов, это первый, который 2 недели будет проходить. И после двухнедельных, еще 2 недели сразу будет проходить. Поэтому желающих прийти и проходить сборы, без проблем, пишите, записывайтесь и приходите, проходите сборы с топовыми бойцами, которые, например, там есть. То есть даже если человек не занимается спортом, но ему стал интерес, он может их писать? Он может, конечно, он может прийти и тренироваться, узнать себя, увидеть. Именно если ты фанат этого вида спорта, то тогда тебе надо туда, потому что со всей России там собирается, не только с России. С Таджикистана, с Кыргызстана, Казахстана, с Узбекистана ребята приезжают. Это показывает, настолько эти сборы уже людей к себе завлекают. Поэтому приезжайте. Сарвар, тебе спасибо за беседу. Надеемся, наша следующая встреча будет, будем обсуждать рекорд 16-0. Дай бог. На этом наше время подошло к концу. Ведите здоровый образ жизни.